Мы сейчас только что постригли Дёму и постригли вообще, я решила очень коротко его постричь. Дём просто когда видит маму, он начинает рейтинчать. Спокойно коротко сегодня? Да. Попограмма коротко. Чуть-чуть по зузу, как в комаре, хорошо? Щекотно? Щекотно. Чика-чути, понимаешь? Щекотно. Это лучший чиплый. Щекотно. А где руку? Держи руку. Вот так. Так я ни разу его не стригла. Вот он. Сейчас я его попытаюсь поймать. Мать, это Ника. Закупилась настольными играми. Дём! Всё, убежал. Пошли кататься на машинке. Пофиг. Что хотела сказать? Что я сегодня в инстаграм, в инста-стори говорила о том, что будет плакать. Что, в общем, короче, говорила зря. Нифига он не плакал. Он нормально сидел, смотрел мультики. Но. Только он видел меня. Вот. Только он видел меня, он сразу начинал хныкать. И получается, что, оказывается, проблема во мне. Когда он с папой или с Никой, всё нормально. Видит меня, он сразу... То есть, он хочет, чтобы я его жалела. В общем, у меня хитрый пацан. Сейчас я его поймаю, я вам покажу. Идём! Ага! Я тебя поймала. Смотри, смотри, смотри. Вот он. Вот, видите, какой. Посмотри, какой ты красивый, смотри. Да, да. У Дёмы вот такая вот стрижечка. Пошли. Носка пождёт. Всё, я его поднимаю и несу на руках. Тише, тише. Мы иногда приезжаем в этот магазин, потому что ему нравится бегать. Здесь можно играть с игрушками. Ну, как, относительно. С какими-то такими, как, например, меч и кататься на машинках. И вот мы иногда приезжаем просто поиграться с игрушками. Вот. Так что, девчонки, если... Спасибо, кстати, тем, кто писал, давал контакты своих мастеров, чтобы, ну, что детки не плачут. Мы стрижёмся всегда в Эпике. Есть, получается, в Эпицентре. Вот есть магазин Эпик. И тут есть Симба парикмахерская. А-а-а, боюсь, 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 боюсь. Вот. Ой, боюсь, 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 ой, 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 ой. Ай, 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 кто маму бьет? Маме больно, больно, больно. Маме страшно, страшно, страшно. Там Петька ходит. Ай, 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 больно, реально лупит. Вот твоя... Смотри, смотри, машинка. Пойдем на машинке покатаемся. Смотри, машинка. Садись, да, садись в машинку. Садись в машинку. Сейчас 8 вечера, и я вам хочу показать и рассказать, как сегодня у меня прошел день. Сегодня был очень насыщенный день, и кое-что я снимала, и вот буду вам сейчас рассказывать, где я была и что я делала. Была на мероприятии Ля Рош-Позе. А чего я вам сейчас рассказываю? Я вам сейчас покажу, поэтому оставайтесь со мной. Мы тут обсуждаем с врачом детский атопический дерматит. И вот врач рассказывает вообще, что да как. Я слышу. И вам решила показать. На коже у нас у всех есть водно-липидная мантия. Это специальная пленочка, которая образована секретом сальных и потовых желез. И она по типу такой пленки покрывает полностью все наше тело. У тех людей, у которых идет дефект этой пленочки водно-липидной, тогда образуются различные заболевания, в том числе атопический дерматит. При нем тоже в этих местах, где идут высыпания, нет этой водно-липидной мантии. Во всех остальных она очень сильно истончена, поэтому кожа очень уязвима. Потому что водно-липидная мантия, она выполняет много разных функций, в том числе защиту от вирусов, бактерий простейших, защиту от проникновения аллергенов. Если этой водно-липидной мантии нет, тогда кожа уязвима для вот этих факторов. Кроме этого, еще и идет очень усиленное испарение из нижних лежащих слоев кожи и нарушается связь между клетками кожи, между кератиноцитами. Поэтому вот такой вот идет замкнутый круг получается. Если мы восстанавливаем водно-липидную мантию, тогда испарение происходит меньше, кожа более увлажнена, там уже нет такой вот уязвимости в плане проникновения тех же аллергенов, тех же вирусов, бактерий простейших. То есть кожа восстанавливается. И поэтому именно при атопическом дерматите гораздо важнее правильный уход за кожей, чем даже лечение какой-то курсом. Если правильно ухаживать, использовать правильные средства, которые не содержат мыла, которые при том, что они хорошо очищают кожу, они ее не обезвоживают, они восстанавливают водно-липидную мантию, но как минимум не разрушают ее. После душа использовать специальные средства, которые называются эмульенты. Это те средства, состав которых максимально приближен к составу водно-липидной мантии кожи здорового человека. Если это все использовать, тогда можно выйти в очень длительную ремиссию. Вот у меня сама по себе, с детьми мы закончили, у меня очень сухая кожа. И вот после душа я никогда не вытираюсь, я вот тоже использую детские вот эти вот кремики, потому что они меня спасают. Если, например, нет... На самом деле этот липикар и любые другие эмульенты, они предназначены для детей с нулевого возраста, то есть с новорожденного до глубокой старости. И на самом деле у пожилых людей с возрастом как бы стальные железы, кроме того, что они уменьшаются в размере, уменьшается их количество тоже, поэтому кожа очень сильно пересыхает. Это касается в первую очередь голеней, предплечий, боковых поверхностей туловища. Почувствовали себя старушкой? Нет-нет-нет, ну как бы с возрастом это все усугубляется. Из-за того, что у нас вода такая в Киеве жесткая, человек говорит про Киев, да, то есть у большинства людей есть эти проблемы с сухостью кожи, поэтому необходимо, естественно, пользоваться не теми средствами, которые в магазинах продаются, а теми, которые в аптеках, которые служат для того, чтобы восстановить водолепидную маню. И если принимать в ванную, обязательно нужно добавлять какое-то средство смягчающее, потому что в противном случае вот эта вода жесткая, она смывает эти несчастные остатки водолепидной мантии, она разрушает связи между керакиноцитами, между клетками кожи, и все это усугубляет. А что в воду добавляют? Масла специальные, тоже лекарь, например, да, либо другие, то есть специальные средства для смягчения воды. Спасибо большое. Еще хотела, чтобы Вы сказали по поводу, для меня сегодня было открытие, и хочу, чтобы девочки тоже знали, по поводу не родинок, а папиллом. Да, папиллома – это вирусное заболевание, которое вызывается вирусом папилломы человека. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что пациентки рассказывают, что я вот сдавала анализы, у меня не обнаружили вирус папилломы. То есть это не путать с тем вирусом, с той группой вирусов, их там около 20, которые вызывают гинекологический спектр проблем. То есть у нас в Украине сдаются анализы только на эту группу, на все остальные, их около 100 вирусов папилломы человека. То есть на все остальные у нас в стране нет этих анализов, мы их не сдаем. То есть если нет вирусов именно те, которые гинекологические, это не значит, что не будет вируса папилломы, который вызывает на коже процесс. Заболевания вирусные. Очень часто заражаются детки от мамы, от папы, от бабушек, от дедушек, потому что родственники не в курсе, что нужно как-то это пролечить, это убрать, устранить, чтобы не заразить своих внуков и детей. То есть обычное объятие уже можно заразить? Да, конечно. Особенно если, допустим, там какие-то цепочки меняют, мама дает поносить ребенку, или просто, допустим, ребенок обнимает. Места излюбленной локализации, это идут веки, шея, повышенные впадины, складки под молочными железами, складки живота, паховые складки. То есть это те места, там где постоянное трение, там где этот вирус распространяется. Очень сложно удалять на веках, потому что если вирус пойдет между ресничками, да, немножко не совсем комфортно терпеть обезболивание пациентам. Так что, девчонки, обязательно надо удалять. То есть не думайте, что если есть папилломы, то пусть будет. Это не косметическая проблема, это медицинская проблема. Спасибо вам большое. Да, желаю всем здоровья. И помогаем, чтобы больше людей вообще узнавали о возможности, о том, что нужно проверять у родинки. Важно это делать и защищаться от солнца. Потому что солнце, солнце, это провокатор появления плохих родинок, скажем так. И здесь мы для того, чтобы, мы хотим вам проверить родинки, подарить наши новинки, очень крутые, классное детское молочко. Очень крутой вот такой спрей, который вы вообще в городе можете наносить, на все что угодно, на макияж 50+. Важность защиты на солнце и важность проверки родинок. Особенно для тех людей, у кого очень много родинок, для них это как в зубном уходить. Каждый год они должны проверять родину. Забрала Демушку с детского сада, Нигу с музыкальной школы, поехали домой, успели поиграть в инстастори, все снимала, так что можно там посмотреть. Кстати, у нас очень много в Киеве пробок, потому что Евровидение. И я сегодня полдня провела в пробках, это очень обидно. Поэтому надо в машину обязательно положить какой-нибудь диск обучающий, или какую-нибудь аудиокнигу, или даже английский. Я задумалась, посоветуйте, может быть, кто-то знает, хороший английский в аудио, так, чтобы быстро учить. В общем, я решила заняться английским, наконец-то. Сколько раз у меня уже было попыток, сколько раз я начинала, и никак у меня это не войдет в привычку его учить, но надо. Так, и что я вам хотела еще рассказать? Сейчас я детей оставила дома, они мультики смотрят, и быстренько выехала в магазин. Мне Настя, девочка, с которой я была на Шри-Ланке, мы живем в одном районе, и она мне порекомендовала один магазин. То есть я у нее спросила, говорю, я купила палочки на Шри-Ланке, то есть благовония, всего лишь одну упаковку, безумно вкусно пахнет, долго держит аромат, долго, в общем, они горят, ну, то есть они натуральные. И я пожалела, что купила одну. И когда была в Ашане, увидела, что там есть благовония, и я набрала много-много штук. Дома зажгла, и вообще не то, вообще не то. Моментально сгорают, запах не тот. В общем, я настолько разочаровалась, оказалось, что они просто не настоящие. И когда мы сегодня увиделись, я говорю, Настя, может, ты знаешь? Она, конечно, знаю. У нас в районе продают, то есть есть магазин специальный, индийский, там полностью, там даже одежда и разные благовония, в общем, много что есть. Я говорю, скажи, где? И, в общем, мы с ней туда попали, и я на час застряла. Сейчас у меня тут целый пакет с благовониями. Хочу вам показать, какие. По ценам тоже скажу, за сколько я купила. И еще покажу, что мне прислали как блогеру, то есть новинки. Поэтому я думаю, что вам тоже это будет интересно. Новинки это все действительно очень хорошие. То есть как, я еще не пробовала, но, судя из того, что обещают, я верю. Это все SPF 50. А SPF 50, это уже хорошо. Солнышко начинается, уже надо прятаться, защищаться. Поэтому я буду пробовать все продукты. На, Дема, Дема, мама! Я говорю, Дема, говорю, мне еще видео снимать? Не порть маме макияж. А ему пофиг. Маме больно. Поцелуй быстро, Маминосик. Мама плачет. Мама жалеет. Хороший мальчик. Вот так он маму любит. Да? Какой ты вкусный. Ты шоколадка. Да, ты шоколадка, мамина. Он, короче, смотрит этих Куми-Куми. И теперь для него что-то вкусное. Да, что-то вкусненькое. Это у него Вака-Вака. Я теперь не включаю ему Куми-Куми, потому что, чтобы он не набрался этого сленга непонятного. Куми. Мама-Куми. Мама-Куми-Куми-Куми. Ну, Ника, он же пел. А ну, спой маме песенку. Куми-Куми-Куми-Куми-Куми-Куми-Куми-Куми-Куми-Куми-Куми-Куми. Он сегодня, я его забрала из садика, а он так скучал, так скучал, так прям обнимал меня, так целовал. Я просто дома два дня была с ним и не отводила в детский сад. А сегодня отвела, так он такой прям. Сейчас я поем детвору вообще покупаю, положу спать, ну, именно Демку. И вам покажу, сколько у меня новинок, сколько у меня всего интересного, поэтому оставайтесь с нами. Ну, я обещала вам показать посылочки, которые мне присылают как блогеру, и покупочки. Начну с посылок. Самое последнее, вот я вчера была на мероприятии, Ля Рош, вы видели, что это за мероприятие и общение с доктором. Очень полезное мероприятие для меня вообще, вообще для каждого человека. Кто там был, я думаю, все были благодарны для Рош, потому что мы проверили свои родинки. Так, два новых средства. Это молочко для тела для малышей, тут SPF 50, плюс этого средства такой, что можно наносить на влажное тело ребенка. То есть вышел ребенок с моря, с океана, с бассейна, неважно, сразу можно ребеночка намазать. Ну, в принципе, можно и на сухое тело, это уже как бы по желанию. Еще одно средство, на которое я очень рассчитываю, потому что очень удобное. Видите, как можно носить в сумочке, можно положить в машину. Спрей с SPF 50. Для лета самое оно защищать кожу лица и использовать именно в виде спрея. Я вижу такое в первый раз, поэтому мне очень интересно, как он будет в использовании. Вот, здесь в описании написано, что для чувствительной и склонной к аллергии кожи здесь есть в составе термальная водичка La Roche. Вот, и вот буду ждать. Даже, наверное, не буду ждать, уже сейчас солнышко появилось, и буду сейчас уже использовать. Вам обязательно потом расскажу, как мне. Но я уже говорила, да, я на это средство прям положила такие прям надежды. Мне очень хочется, чтобы это средство оправдало мои ожидания и мне понравилось. Так, это первое. Второе, то, что пришло мне очень-очень давно, я вам показывала еще перед поездкой на Шри-Ланку, то есть это был у нас, когда я улетела? В марте. В марте пришла посылка от Philips. Я показывала в Инстасторе, но если вы не подписаны у меня в Инстаграм, то вы не видели. Здесь очень крутые лампочки. Вот. Здесь я специально ничего не трогала, чтобы вам показать, но сейчас уже полностью все разберу, лампочки буду использовать. И это для уютных вечеров. Сейчас уже весна, но в любом случае уютные вечера с красивыми лампочками всегда пригодятся. Также тут есть сертификат подарочный для студии молодости. Вот. По-моему, здесь массаж, насколько я помню. Расслабляющий массаж. Сейчас мы глянем, точно или нет. Так. О, приглашение действует до 13.06. Надо успеть. Да, массаж, релаксирующий. Также крутые-крутые лампочки. Здесь есть описание. Чем же они крутые? Больше света. То есть, вот эта вот лампочка, я, кстати, рассказывала о ней очень-очень подробно именно в Инстасторе. Сейчас не буду повторяться, чтобы не затягивать видео. Вот сейчас можете просто поставить видео на паузу и прочесть. Вот, я держу. Ставьте на паузу и читайте. И продолжение. Уже другая лампочка. Опять же, ставьте на паузу. Вот. Фокусирую. И читайте. Ну, вот вам показала, какие они классные. Смотрите. У меня таких еще не было, но я о них слышала. Я о них слышала. Их можно в декоре очень круто использовать. Очень. Вот эта вот крутая еще. Вообще-вообще. Так. Ну, естественно, приятно, когда помимо продукта еще такие вот есть бонусы. Здесь такой дезодорант для дома. И для сна. Комфортного отдыха. Такие отчечки. Вчера курьер привез вот такую вот новинку. Очень красиво оформленную. Как видите, да. Было в письме с пломбой. В инстасторе тоже вам показывала. Так что, кто не подписан, подписывайтесь в инстаграм. Будете в курсе. Можно сказать, моментально. Я выкладываю сразу все моментально. Мне очень понравилось оформление. Очень классно. Тут крутое описание. Тоже в инстасторе вам выкладывала. Сейчас вам поставлю. Вот так. Все. Ставьте на паузу. Если хотите, можете прочесть. Новое средство. Подразделение Нивея. Флюид. Тут защита тоже из ПФ50. Так как я ни разу не пробовала, я ничего о нем сказать не могу. Но обязательно попробую. Я уже говорила, и вы вообще все знаете, и многие страдают этим, пигментными пятнами. То есть веснушки, которые расползаются по лицу, и они превращаются в пигментные пятна. Поэтому защищать лицо надо, можно сказать, с малого возраста. То есть я своих детей, естественно, защищаю. Ну и сама защищаюсь. Обязательно с ПФ50 уже сейчас. То есть уже весной. Солнце очень агрессивное. А так как это флюид, мне интересно попробовать. Поэтому буду пробовать. И мне очень нравится оформление. Я очень люблю, когда присылают. Вот такое какое-то необычное оформление. И тут еще кулончик. Такой интересный. Вот. Показала вам. И от Нивы еще перед моим отпуском на Шри-Ланку, то есть в марте месяце, прислали два вот таких вот средства. Вот. Я одно из них уже пробовала, с ванной принесла, чтобы вам показать. Уход гель для душа. Здесь сакура. Цветок сакуры. Мгновенная мягкость. И есть лотос. Золотой лотос. По запаху они очень классный. Хотя вы знаете, тоже, если вы меня смотрите, я не люблю стильную отдушку. Использовала я золотой лотос. Мне по запаху он больше как бы понравился. Но в любом случае я еще попробую и цветок сакуры. Сравню. Может быть, мне сейчас по запаху нравится этот. А как на теле будет, например, аромат. Может быть, этот будет больше нравиться. Не знаю. Но в любом случае тоже приятно, когда идет вот такое вот оформление. Видите, тут жемчуг. Жемчужины. Мачу. На полках магазинов они уже есть. Кто попробовал, кому как. Вот. Насколько у меня кожа сухая, я очень такая требовательная к гелям для душа. Но Невея меня порадовала. Дальше, что я вам хочу показать, это тоже мне вчера доставил курьер. Это, конечно, вообще благоухание такое. Вот это вот все пахнет. То есть, свечи пахнут. Тут, видите, ароматизатор такой. Арома масла зеленого чая. Потрясающий аромат. Вот. И, естественно, самое ценное. Это маски. Маски нам сейчас всем нужны. Почему нужны? Потому что мы переходим с холодного, в общем, с холодного времени года в теплое. и кожа, конечно же, будет страдать. В любом случае, будет страдать. Ей надо помочь, помочь уходом. Маски нам в этом помогают очень здорово. У меня здесь четыре маски, но три мне подойдут, одна не подойдет. Потому что одна для комбинированной и жирной кожи, это не мой тип кожи, поэтому я даже ее пробовать не буду. Вот. Отдам кому-то из своих девчонок. А вот эти три обязательно попробую. вот это, наверное, для меня самое интересное, потому что она идет с медом и она для сухой и очень сухой кожи. Поэтому, девчонки, обратите внимание, у кого сухая кожа, тоже можете попробовать. Я в любом случае потом в инстаграме расскажу вам, в инстасторе, как она мне. Вот. Также есть тут маска у нас для обезвоженной кожи. Но так как я пью мало воды, мне кажется, мне всегда кажется, что кожа у меня обезвоженная. Вот. Надо пить больше воды. Сейчас стараюсь контролировать этот процесс. И вторая маска, ой, третья маска, она сужает поры лица. Вот. Вот такие вот новиночки у Гарниер. Ну, естественно, мне как блогеру приятно, когда вот присылают не просто, например, прислали продукты, а вот оформление такое. О, давайте почитаем. Так. Опять, кто хочет, может остановить видео, поставить на паузу и прочесть, что тут написано, что нам предлагают. А тут вообще полностью все расписано по этим маскам. Ну, и теперь покажу вам свои покупочки, которые я вчера осуществила в магазине индийском у себя в районе на Позняках. Я специально взяла флайер. Называется он Ганга, салон-магазин. Чего там только нету, я вам так скажу. Вот. Я купила благовоние. У меня такая история произошла. Когда я была на Шри-Ланке, мне, ну, как-то, знаете, под мантрой благовоние очень, короче, понравилось. Но я купила всего лишь только одну пачечку, когда уезжала. Я почему-то подумала, ну, как-то, знаете, даже не подумала. Я просто не подумала. И купила одну пачку и вот пожалела. Дома у меня уже заканчивается эта пачка. И когда я была в магазине Ашани, смотрю, о, была Гавония. И я накупила много разных. Зажигаю, а они вообще не такие. Мало то, что они вообще никогда не пахнут. Ну, как бы пахнут, но вообще не тот запах, он какой-то искусственный, какой-то вообще не такой. И я Насте говорю, мы встречались там с Настей, говорю, Насте говорю, ну, я вам рассказывала, что да как, где найти. И она говорит, Аня, у нас в районе есть магазин индийский. И мы там встретились, и она мне его показала. И я там набрала, вот за все это я отдала 240 гривен. И сейчас я вам покажу. Это для улицы. Вот. И я выбирала разные запахи. Вот. Вот этот вот тоже прикольный запах. Я одну штучку достала и положила в машину, чтобы пахло. Вот. Там много ароматов. Это все для улицы. Они стоят по 25 гривен. Купила лыжу. Они правильно так называются, оказывается. Вот. Потому что, ну, чтобы когда осыпается, чтобы не сорить, потому что у меня нету лыжи. Так. Вот этот вот запах, это Будда. Самый прикольный из всех, что мне понравилось. Они, по-моему, стоят от 40 гривен до 60-70. То есть, разные. Я сейчас не помню, что сколько стоит, но, в общем, я уж говорю, я отдала ой, 240 гривен. Вот это вот только 15 гривен. Так. И вот, вот такие вот благовония. Все они как бы разные. И я просто вот кайфую. Я что делаю. Кому вот интересно, можете попробовать. На самом деле, включите в YouTube мантра. Они есть разные. Может быть, какая-то вам больше понравится, какая-то меньше. Мне так нравится. Как-то так. Ну, в общем, можно медитировать, можно просто убирать спокойно, так, в общем, классно. Можно о чем-то думать. То есть, у каждого по-разному. Поэтому я сейчас вот о таких вещах.